У нас, Оля, прекрасная новость сегодня. Знаешь, я не была вот здесь на радио, две недели пропустила. Первое, мы уезжали с семьёй на океан, второе, мы с тобой уезжали в Калифорнию. На мероприятие для женщин. Мероприятие для женщин. Мы классно время провели, но, к сожалению, пропустили радиоэфир. И вот за вот эти три недели у нас родилась прекрасная новость. Оль, ты хочешь поделиться, поздравить меня? Я хочу поделиться и поздравить Ольгу, потому что это единственная женщина в моём окружении, и, скорее всего, я скажу вам так, это единственная женщина в вашем окружении, которую вы знаете по радиопередаче, по тем делам, которые она делает для своей комьюнити, для своей общины. У Оли вышла книга. Поздравляю. Да, Оля. Это настолько такое потрясающее событие. Книги, вот они, перед вами стоят, на русском и на английском. Оля затратила несколько лет на написание этих книг. Несколько лет, это было 7 лет. И, дорогие друзья, 2 месяца назад, когда я начинала вот здесь первую радиопередачу, я вам рассказывала. Мы здесь сидели с Симуром Холова, слёзы на глазах. Я говорю, я не знаю, какую обложку сделать, я не знаю, как назвать. Всё казалось так тяжело. И вот сейчас, уже 2 месяца спустя, хорошая новость. Бог послал мне правильных людей, которые помогли мне сделать обложку, которая вот мне просто по сердцу. Оля, я не знаю, как тебе нравится моя обложка? Мне очень нравится обложка. И мы, я свою, я книгу купила на Амазоне, потому что я хочу поддержать и Олю через Амазон, через создание её магазина. Но там они берут ревью у людей. То есть, как у нас ревью? Отзыв. Отзыв. У нас будет отзыв только у подтверждённых покупателей. Поэтому я купила через Амазон и оставила свой отзыв на Олину книжку на русском языке. Кстати, у нас сегодня будет интересный розыгрыш. Те, кто позвонят сюда нам на радио и зададут самый интересный вопрос нашему автору Ольге Онищенко про книжку, то тебе будет возможность эту книжку выиграть и получить её бесплатно. Да? Сейчас я продолжу. Я хочу обратить внимание. У нас радиослушатель написал такой интересный вопрос. И я думаю, мы передадим этот вопрос директу Славик Фэмили Радио. Она пишет, как нам организовать радиопередачи по штату в Колораде. Я готова помогать. Очень прекрасный вопрос. Правильно? Да, Наталья, спасибо огромное за вопрос. И обязательно мы с вами свяжемся. Кстати, вот я хочу про Наталью сказать. Удивительная женщина. Она открывает своё кафе несколько месяцев, несколько недель. Не давала разрешения Каунти и город открыть, потому что бумаги, бумажная работа. И вот сейчас, 2 июня, состоится открытие кафе в Колорадо. И знаешь, Оль, сейчас благодаря Фейсбуку, благодаря вот этим связям, ну, виртуальным связям, так интересно мы знакомимся. И потом ещё не успели очнуться, как мы уже с этими женщинами видимся. Вживую. И вот сейчас мы говорим о Наталье, и у неё что-то такое чувство пришло, что мы её скоро увидим. Наталья, мы пока ничего не обещаем. Но, ну, честно, потому что то, что произошло у нас на прошлой неделе, дорогие друзья, мы попали в Сакраменто. И нас просто пригласили в церковь нашей знакомой Александры Дорохов. И мы смогли там очень прекрасное женское мероприятие провести. И там вообще-то первый раз я подписывала мою книгу. Кажется, я из Портленда, но почему-то, знаете, вот моя история, она закончилась в Калифорнии. И почему-то моя книга была первый раз подписана в Калифорнии. Но, я думаю, мы не против дальше продолжать это дело, Оль. Мы будем продолжать это дело, потому что, что я вижу, как это поддержка для людей, которые пережили какое-то личное горе, личную травму в жизни. Не с кем поговорить, не с кем некому обратиться. А как раз Олина история, описанная в книге, так называется эхом вот в душах тех людей, которые прошли через какие-то тяжёлые случаи. У нас сегодня, смотрите, Оля, у вас сильная история. У меня история того, как я трансформировалась сама и помогаю трансформировать других людей. Это всё перекликается. Спасибо за такую великолепную передачу. Дорогие друзья, я хочу сегодня подарить мою первую книгу тому человеку, кто просто первый позвонит мне сейчас в студию и задаст классный вопрос. Да. Номер прямого эфира. 503-238-9000. Кто первый позвонит нам в студию и задаст нам очень хороший вопрос. 503-238-9000. В этой книге, Оль, как ты в своём отзыве написала, это на каждой страничке я находила урок. Это был урок для меня, урок жизни. И каждую страничку я открывала. Я очень эмоциональный человек, хотя вот я и фитнес-тренер, мы, по идее, должны быть очень жёсткими, всё время со штангами вместе в обнимочку ходить и гири в карманах держать. Но я вот очень чувствительный человек. И для меня была каждая страничка, всё время была слезинка, и это были слёзы радости, слёзы очищения, потому что Оля преподавала каждый раз на каждой страничке урок, что вот один день ещё прошёл, давайте ценить каждый день, который нам дан. Или вот хорошо, что мои дети здоровые, я с ними провожу сегодня время. То есть вот такие маленькие, они, скорее всего, не маленькие радости, это большие ценности, но, скорее всего, за суетой дней мы не всегда оценим их. И вот Олина книга дала нам всем возможность остановиться и оценить то, что мы имеем, и что, не дай бог, может быть намного-намного хуже. И я вижу, что, Оля, у тебя очень много знакомых, которые читают твои книги, оставляют отзывы на твоих. У нас звонок, Оля! Давайте послушаем, надеемся, будет очень удивительный вопрос. Так. Отвечаем. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро, вам звонит Наташа Дюкока. Наташенька. С вопросом для книги, для Ольги, они... Доброе утро, спасибо за звоночек. Ну, задавайте нам прекрасный вопрос, мы готовы отвечать. Я хочу вам задать вопрос. Один вопрос задам вам. Ой, к сожалению, я очень слышно, у меня плохо. Плохо слышно? Ну, говорите, мне слышно. Как организовать женщин, всех женщин, чтобы они друг друга любили, уважали, и какую им дать установку, чтобы все эти женщины объединились между собой, чтобы не было вражды, чтобы не было дависти. Какую дать одну установку этим женщинам, чтобы они друг друга полюбили и объединились? Наташенька, спасибо за вопрос. Мы хотели услышать вопрос по книге, но этот вопрос тоже очень хороший. Я думаю, Оль, мы с тобой ответим. Давай. Именно это у нас, Наташа, произошло на прошлой неделе. У нас непонятным образом, неожиданным образом собралась группа женщин совершенно разных. И мы все познакомились примерно в течение полгода-года. Совершенно разные. Даже разных религий, разных вероисповеданий, разных профессий. И, мне кажется, год назад мы даже никогда бы не познакомились и не нашли ничего общего друг в друге. И вот именно эта наша команда, мы поехали в Калифорнию, и там провели наше первое женское мероприятие. И что было интересно, то, что собралось очень много женщин, которых с нами познакомились уже по Facebook. И с нами были даже, вот у нас группа с Портленда, были вот Майя Осипова из Сакраменда. Человек, прошедший страшно в жизни, но вышедший из страшной депрессии. Кстати, она здесь будет у нас в гостях через неделю. Мы будем тоже с ней на радио. Но у нее, она по профессии парикмахер, но у нее прошлое хорошее, но потом жизнь поломалась, и развод, и предательство, и насилие, и все такое. Бог ей исцелил сердце. И сейчас она говорит, я хочу помогать женщинам. Я знаю, как это больно. С нами также была Лена Никитская, которая вот чудесным образом, я с ней познакомилась, и она вот именно делала нам обложку. И даже вот мы даже не знали, не предполагали, но ее уже Майя пригласила к нам на женскую конференцию как к спикерам. И я смотрю, Лена уже не просто спикер, она сердцем к нам прилепилась. И я смотрю, что у нас вот у всех женщин, нас всех как-то объединяет одно. Мы хотим помогать другим людям восстанавливаться и открываться, и восстанавливаться от каких-то травм. Да, мы хотим помогать людям. И знаете, когда человек проходит травму в жизни, горе, вот я вам скажу просто свой пример. Доброе слово очень важно. Даже если кто-то тебя подойдет, обнимет и постоит молча, очень важно. Если кто-то привезет тебе горячую еду, очень важно посетить тебя. А я когда была в Калифорнии, у меня сын был при смете, и у меня была машина в последний день, и я же понимаю, жарко на улице, мне надо подстричься. И это был город самый дорогой. И я поехала, они говорят 65 долларов, я не могла поверить. Еду назад в обратном, в Ранал Микдонелл Хаус. Они мне дают купон на бесплатную стрижку. Меня подстригли, я чувствовала себя как принцесса в самом дорогом салоне. И это у нас Майя. Когда человек проходит горе, он не смотрится своим здоровьем. Я вот честно, вот почему я и поправилась, потому что у меня больной ребенок на руках, 7 месяцев день у день я с ним просидела, после кислородового сечения я не могла похудеть. И вот у нас сегодня это профессионал Оля Череватенко, которая достигает женщины, помогает ей все-таки вернуть красивую свою фигуру обратно. Здоровую, здоровье, восстановление. С нами в команде была Ксения Конотоп, и она есть, конечно. И она именно тот человек, который занимается натуральными препаратами для помощи, восстановлением. Как важно человеку, проходящему горе, вовремя подойти и сказать, «Хей, да что ты ревёшь, что ты не можешь успокоиться, тебе надо просто успокоительные витаминки». Капельки, капельки и травки. И с нами даже в команде хирург был. У нас классная команда образовалась. И вот, Наташа, я хочу сказать вам, то, что вы сегодня задаёте этот вопрос, я очень рада, что вы его задаёте. Очень рада. И я просто хочу вас благословить, и просто благословить тем, чтобы Бог послал правильных людей вот именно к вам. Вы готовы, вы сказали, я готова этим заниматься, не только радиопередачи, но именно, чтобы женщин наших сблизить, чтобы они все подружились. Мы вас просто хотим благословить. Если будет возможность, Оль, мы готовы к вам прилететь и провести первую женскую конференцию. Есть возможность. Возможность есть. И вас поддержать. Но я вам говорю, что это возможно. И самое первое, это надо научиться просто любить сердце. Забыть, кто я, какой у меня должность или чего я в жизни достиг. Просто быть человеком. Правильно, Оль? И с возможностью, и возможности появятся. Возможности появятся. И мы благословляем ваш штат. И я надеюсь, именно через это кафе Бог будет делать работу в вашем штате. Спасибо большое. Вы всегда помните эту цель. Спасибо большое. Вопрос по книге, Оль. Что вас мотивировало начать писать эту книгу? Кто послужил или что послужило началом всему этому? Спасибо. Очень хороший вопрос. Я скажу, Наташ, 9 июня заодно сделаем вот это объявление. Мы планируем сделать авторский вечер. Здесь у нас в Ванкувере. Это будет 9 июня в субботу на 6 часов вечера. Когда первый раз в Ванкувере, я буду подписывать мою книгу и предоставлю её. Но самое большое я хочу сделать, это поблагодарить людей, которые поддержали меня в то время, когда болел сын, в то время, когда я 7 лет писала книгу. И именно тот человек, который вдохновил меня писать эту книгу, он будет с нами. И мы всё это запишем на видео, он будет говорить слово, и потом мы выставим на Фейсбуке. Я не знаю, если лайф будет, не будет, но я хочу сказать, что именно этот человек придёт. И я очень рада, что у меня в жизни был этот человек, это мой сосед, которому 70 лет, учитель на пенсии. У него жена тоже учитель на пенсии. И они как соседи видели, что мы вот в этом горе 7 месяцев. И он просто... Был момент, он мне говорит, Оля, ты имеешь право, ты имеешь выбор, жить в аду на земле или жить в раю на земле. Это будет выбор. Это твой выбор. Будешь ли ты до конца жизни плакать и скорбеть, или ты просто поднимешься и будешь жить. И он мне сказал такие слова, пиши, я знаю, что это поможет твоему сердцу исцелиться. И я, когда болел сын, я уже так просто говорила Богу, Боже, если исцелишь, я всему миру расскажу. Но Бог не исцелил, Бог по-другому распорядился. Но я очень много уже записывала, просто notes. И когда вот этот человек буквально через три недели он мне говорит, Оля, пиши, а у меня в сердце это уже было, он меня просто подтолкнул. И я хочу вдохновить всех вас, дорогие друзья, вдохновляйте ваших друзей, говорите хорошие слова в их судьбу. Эти слова сбываются. Всегда. Да. Спасибо, очень хороший вопрос, Наташенька. Вы готовы получить мою книгу в подарок. Я буду очень благодарна, и это большая честь. Вы можете, пожалуйста, выслать ваш адрес мне на номер телефона, и я сейчас номер телефона продиктую. Так, сейчас записываем. Или можно в Фейсбуке в личные сообщения. Наталья, у нас друзья. Давайте, я сейчас на Фейсбук вам просто пишу номер моего телефона, и вы потом в личном мне пришлете ваш адрес, и я вам высылаю книгу. Наталья, спасибо огромное за вопрос, за вдохновение, за вдохновение всех остальных людей, которые хотели бы устраивать такие же мероприятия, открытое сердце, женское сердце в своих штатах, в своих городах. Мы ждем приглашения. И еще хотим рассказать, что эту книгу в настоящее время, дорогие друзья, вы ее можете получить в любом конце мира, но особенно в Америке через интернет, через программу Amazon. Просто все, что вам надо сделать, это нажать Amazon.com, и там есть такое окошко, и вот должно что-то написать. Поиск, строка поиска. И если вы по-английски просто напишите Олга Онищенко, вам выдаст две мои книги, и там еще есть три или четыре других, это мои исследования, мои уроки жизни, но именно эти две книги, они и на русском, и на английском языке, называется Puzzle Ilyusha или же The Puzzle of Elijah. Просто Amazon Олга Онищенко, A-N-I-S-C-H и N-K-O. Мы также разрабатываем сайт, и скоро эти книги будут здесь у нас вот в русских магазинах, но хочу вам сказать, что это огромная работа, пока я все вот это организую. Оля, огромная работа, и ты это несешь, ты это делаешь для людей, которые прошли горе, которые не знают, как восстановиться, и вот, знаете, каждая страничка, каждая строчка воляной книги, она помогает пройти, проплакать, и, знаете, убрать из сердца все, все горечь. Оля, ну вот все думают, что это книга для тех, кто прошел горе, я тоже так всегда думала, ну вот ты прочитала, ты не проходила горе, ты что-то выучила новое. Да, я не проходила горе потерь, на данный момент вот я только теряла бабушек, дедушек, они уходили в свой положенный срок, без тяжелых болезней в один день, в одну минуту, и вот не было, да, и для меня эта книга наоборот принесла урок, что даже горе, оно всегда будет и есть, но нужно уметь видеть радость, то есть радость каждого дня, радость каждой минуты и ценить, вот я, например, очень сейчас ценю, что мои дети здоровы, что мои дети, я имею сегодня возможность вот после нашего эфира, я еду и тренирую команду юниоров, мы едем в Вашингтон на фестиваль спортивный, у меня есть возможность тренировать других детей, которые тоже здоровы, и я знаю, что это приносит радость их родителям, и также есть возможность, опять же, мы это всё создаём каждый раз, что муж со мной вместе в команде, то есть это общее, общее семейное дело, и я хочу сказать, что всё это надо ценить, оно просто так не приходит и не даётся. Эта книга напоминает ценить жизнь, ценить здоровье, начать понимать людей по-новому, увидеть жизнь с обратной стороны, так что я думаю, что эта книга будет полезна всем, правильно? Да. И там очень много интересного, и за Украину, и за то, как болел наш папа, и как мы выехали в Америку, про любовь там есть, и про нашу жизнь, очень красиво, спокойно, как мы прошли испытания, огненное испытание в жизни, и как мы не сломились, как мы опять возвратились к этой радости, вот именно об этом моя книга, и я хочу, чтобы её читали все, и чтобы вы были моим продолжением, потому что я не смогу всем помочь, но прочитав эту книгу, вы начнёте людей по-новому понимать, и вы сможете помогать им, вы даже сможете посоветовать кому-то в тяжёлый момент, вот это сделай, вот это Оля так написала, вот моя сестричка так говорит, родная сестра, она говорит, я не знала, я даже не знала, я даже далеко и близко не понимала то, что вы проходили, но прочитав твою книгу, я вообще совершенно по-новому всё увидела, так что, дорогие друзья, вот такая у нас новость, книга уже родилась, очень хорошая новость, и знаете, я так вот всё думаю, как вот я описываю своей маме, у меня мама ещё живёт там, в России, и я звоню и говорю, мам, вот ты знаешь, я сегодня была на подписании книги моей знакомой, то есть настолько другой уровень жизни, когда вокруг тебя люди, которые издают книги, которые открывают кафе, которые собираются, делают мероприятия для женщин, это совершенно другой уровень общения, другой уровень самоосознания, и такой идентификации самого себя в этом мире, И, дорогие друзья, имя Ольги Череватенко тоже попало в мою книгу, на первой страничке, первой, я ей очень благодарна. Я написала отзыв, потому что, когда я начала читать даже вот драфт, который вот ещё рукопись, настолько это меня поразило, я говорю, Оля, я напишу, пожалуйста, я хочу вдохновить всех, покупайте, читайте, книга на английском для ваших соседей, для ваших друзей американцев, для тех, для вашего босса, то есть вы всегда можете сделать хороший подарок, вот те же самые праздники будут в выходные, Christmas или Thanksgiving, что подарить американским родственникам? Подарите им книгу. Эта книга пережитая, это просто как урок из жизни, очень тяжёлый, болючий урок из жизни, и я часто говорю, я бы лучше 20 долларов кому-то отдала за книгу, чем испытать это всё на себе. Я согласна. Было очень больно, тяжело проходить, и почему я написала, и как-то Бог дал мне такое понимание, ты должна написать всё самое страшное, что ты прошла, и я через это буду исцелять сердца людей. И это не только смерть человека, это развод, это потеря мамы, это авария, это болезнь, это что-то страшное в жизни. Ну всё, о книге мы рассказали, да? А теперь, Олечка, ещё напомни, 9 числа, 9 июня, где мы собираемся, чтобы люди хотели бы прийти, купить книжку и получить автограф. Спасибо, дорогие друзья, если вы живёте далеко, покупайте уже авиабилеты. Я шучу. Но кто живёт в Поттланд-Ванкувере, я вас всех приглашаю, а 9 июня в 6 часов вечера мы будем в Ванкувере. Если вы знаете, прошлых пару лет мы всегда объявляли, там у нас проходили церковные гаражки, сейчас у нас там будет открытие, вот именно, вот это авторский вечер, где, первое, хочу всех поблагодарить, кто был рядом со мной, кто помогал и при написании книги, и по прохождению вот этого огненного испытания. Мы будем там. Это такое красное кипичное здание, на нём вообще название Grace Lutheran Church, но там собирается наша община, и как бы это будет вообще независимое такое мероприятие. Светское. Светское. Ну да, это адрес 9900 South East Mill Plain, Ванкувере. Это если вы с 200 пятки едете на Mill Plain, один блок, не доезжая к госпиталю, мы будем справа. Я вас всех приглашаю, я думаю, на звучание, угощение, и будет моя книга. Я не могу пока заказать тысячи книг. У меня будет большое количество, но не очень много, так что кто первый придёт, тот получит книгу с моей подписью. Просто от моего сердца. 9 июня, и мы ещё будем объявлять больше.